МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главном сегодня. Стрельба в Краснодаре в ходе массовой потасовки. Смертельное ранение получил уроженец Дагестана. Стрельба в Краснодаре в ходе массовой перестрелки смертельное ранение получил 27-летний уроженец Дагестана. Инцидент с участием нескольких десятков человек произошел в ночь на 21 августа. Скончавшийся мужчина получил не менее двух огнестрельных ранений, был госпитализирован, но спасти его не удалось. И сегодня же стало известно, что по данному факту задержаны 4 человека. Все они уроженцы Дагестана и Чечни, передают ТАСС. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Сегодня в России отмечают День государственного флага. Ровно 28 лет назад российский триколор вновь получил статус национального. 22 августа 1991 года власти постановили считать национальным стягом исторический флаг страны, который тогда был описан как полотнище с белой, лазуревой и алой полосами. О том, что сделано в сфере образования и что предстоит, говорили на ежегодном августовском совещании учителей. Заседание представителей педагогических коллективов со всех городов и районов Дагестана по традиции прошло в Доме дружбы. В этом году участие в нем принял и глава республики Владимир Васильев. Подробности у Патимат Ханапова. Сделано немало, но предстоит еще больше. О проблемах в системе образования в этом году говорили много. Это ремонт ветхих школ, недостаток учебников, ликвидация трехсменки, а также отсутствие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. Так или иначе, работы для их устранения проведены. В частности, в прошлом году только 58% школ были обеспечены книгами. В этом же, по словам министра образования, эту цифру удалось приблизить к 100%. Закуплено более 2 миллионов экземпляров, в том числе 150 тысяч учебных пособий на национальных языках. Говорили на собрании и о проекте 100 школ. Я получил письмо после 100 школ из Петербурга, подписанное, значит, нашими земляками из Петербурга. Санкт-Петербурга, простите. Они написали, не останавливайте этот проект. Это же правильный проект. И что там ценно? Люди приходят, видят, куда идут эти деньги, понимаете? Вот это очень важно. И нам нужно это все вот иметь в виду. А вы, особенно педагоги, вы там, это ваш дом. Нам надо его довести до надлежащего состояния. Пока мы сделали, что могли, но подход такой, мы оттуда не уйдем теперь больше. Мы там все будем последовать, доводить до хорошего состояния. Продолжение следует. Только в этом году будет не 100 школ, а 150. Возможно, и еще больше. Другой важный проект – сельский учитель. 50 педагогов уедут преподавать в отдаленные аулы Дагестана, где нехватка кадров. На эти цели из бюджета выделено 50 миллионов рублей. Средства уйдут на выплаты работникам по миллиону на каждого. Уважаемые участники совещания, серьезным подспорьем в повышении качества образования послужит реализация федерального проекта «Современная школа». В 42 муниципалитетах начнут работу центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Это так называемые точки роста, которые нацелены на повышение качества подготовки школьников по предметам технологии, информатика, основы безопасности жизнедеятельности. Говорили и о заработной плате учителей. Власти обещают, для ее увлечения будет сделано все возможное. Простимулировали педагогов перед учебным годом и званиями народный и заслуженный учитель Дагестана. Их получили 7 человек. Патимат Каннапова, Антон Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Дагестан прибыл верховный муфтий Индии шейх Абу Бакр Ахмад. В рамках своего визита он посетил муфтия председателя Совета Алимов в республике шейха Ахмада Афанди. Почетного гостя сопровождал генеральный директор исламского комплекса «Город знаний» доктор Мухаммад Абдулкарим Аль-Каниндий. Шейх Ахмад Афанди поблагодарил делегацию за визит, поинтересовавшись жизнью мусульман Индии, их образованием и религиозной деятельностью. После беседы гости в знак благодарности подарили муфтию книги собственного издания. Далее делегация направилась в муфтии от республики, где для них провели ознакомительную экскурсию и рассказали о деятельности каждого из отделов учреждения. Полмиллиарда на поддержку виноградарства. Столь немалую сумму в этом году планируют вложить в Дагестане на выращивание молодых виноградников на 900 гектарах земли. Средства господдержки уже доведены до 70 хозяйств. Обеспечена закладка новых растений в 12 муниципальных районах. Отметим сейчас, по данным Минсельхоза, общая территория виноградников в республике составляет более 25 тысяч гектаров. Далее предлагаем вашему вниманию обзор кратких новостей. После продолжим, не переключайтесь. В Дагестане 6 человек пострадали в результате ДТП. Среди них двое несовершеннолетних детей. Авария произошла возле села Нижний Джалган Тербенского района республики. По предварительным данным, водитель пассажирской газели выехал на полосу встречного движения. Постоятельства происшествия выясняются. Чтобы получить высшее образование, студентам, приехавшим в Махачкалу, придется отдавать за жилье больше половины зарплаты. Таковы результаты исследования специалистов портала «Авито-недвижимость» и «Авито-работа». Кроме того, эксперты подсчитали, во сколько обойдется жилье за все время обучения. Так вот, пачкалинским студентам для аренды однокомнатной квартиры понадобится более 800 тысяч рублей. Новые подробности в деле знаменитого «Титаника». Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях корабля. Уточняется, что больше всего на «Титанике» разрушена правая сторона офицерских кают, в частности, там, где находилась каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с ними. По мнению следователей, в дальнейшем процесс разрушения корабля будет только усиливаться. Отметим, о состоянии корабля стало известно после первой за 14 лет экспедиции к обломкам «Титаникам». В состав нее вошли ученые, историки и дайверы. В Махачкале впервые пройдет официальное первенство и чемпионат Дагестана по пляжной борьбе. Эту спортивную дисциплину начали развивать в республике около месяца назад. Турнир пройдет на территории городского пляжа в ближайшую субботу, 24 августа. Он призван определить костяк дагестанской команды для участия во всероссийских и международных соревнованиях. Проверить свои силы на песке спортсмены смогут в четырех весах среди юниоров до 20 лет, а также среди взрослых. Схватки пройдут по действующим правилам объединенного мира борьбы. Пляжный стиль во многом похож на вольный. Главное отличие – отсутствие работы в партере. Победителей наградят кубками, медалями и ценными призами. Хабиб Нурмагомедов заработает на поединке с паре больше, чем за битву с Макгрегором. Некоторые подробности о гонораре дагестанского бойца журналистам сообщил его менеджер Рисван Магомедов. Условия предстоящего поединка в Абу-Даби – одни из лучших за всю историю ММА. В арабских странах у Хабиба огромная фанатская база, и это идет ему на руку, цитирует менеджера РБК. Напомним, что бой с Макгрегором прошел в октябре прошлого года. Дагестанский спортсмен одержал досрочную победу. Тогда, без учета спонсорских прав на трансляцию рекламных доходов, Нурмагомедов заработал 2 миллиона долларов. Поединок против американца Дастина Парье состоится 7 сентября. По предварительным данным, гонорар дагестанца составит более 3 миллионов долларов. Это была последняя новость в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...